В центре Саранска около полудня про самоизоляцию, кажется, не слышали многие. О сложной эпидемической обстановке говорят разве что несколько примет. Сидеть на лавочках в большинстве люди предпочитают в одиночестве. Маски и перчатки у многих, если не надеты, то наготове. Магазины, поликлиники, то есть общественные места. А на улице используете в каких случаях? На улице, если рядом людей нет, конечно же, снимаю. Воздухом подышать хочется свежим. На улице мы ходим в масках. Я знаю друг дружку, мы уж маленько нос открыли. В общественных магазинах обязательно строго, в аптеках, в местах, где людно. А сейчас разрешили так ходить, без маски. Ходить на улице так, без маски и подышать свежим воздухом. ВОЗ рекомендует только при условии соблюдения социальной дистанции. А вот если в радиусе полутора метров есть люди, высовывать нос из маски не советуют. Все потому, что бессимптомных больных много. И каждый, кто находится рядом, может быть потенциальным источником вируса. Наш случайный герой Василий Калмыков, студент первого курса Мордовского госуниверситета, рассказывает, выходить старается только в случае крайней необходимости. Общественному транспорту предпочитает передвижение пешком. Ответственность осознает. Потому, например, в магазинах не стесняется делать замечания тем, кто средства индивидуальной защиты игнорирует. Я сделаю замечание, можно сказать, по-хорошему так. То, что гражданин, наденьте, пожалуйста, маску и перчатки. В основном, конечно, люди доброжелательные. И они, скажем так, исполняют мое желание. А некоторые, конечно же, очень смотрят на это скептически. И даже порой могут поругаться. Жарко и неудобно, констатирует факт горожане. Но, по сути, новые рекомендации ВОЗ в столице Мордовии вошли в жизнь в момент введения обязательного ношения перчаток. И пусть в эффективности сомневаются. Отгородиться от незнакомцев стараются. Ну, пускай 10%. Но, тем не менее, вы пользуетесь? Ну, вилят. Надо изобретать лекарства, а не запретительные меры. Это, знаете, легче всего взять и запретить. А лекарства надо делать. Пока весь мир ждет спасительную вакцину, индивидуальные средства защиты и соблюдение социальной дистанции остаются единственными мерами профилактики распространения коронавируса. А новые рекомендации ВОЗ для Мордовии оказались не такими уж новыми. Светлана Млашина, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok